Мне кажется, в принципе, есть что-то в этом. Оценивая ребенка с точки зрения оценки, это уже какой-то вердикт. А зачет ты даешь ему возможность, ну, как бы, все вроде он сделал правильно, но в то же время нет четкого о том, что пятерка, тройка или четверка. Оценочная система намного лучше. Да. Как говорится, зачем нам гоняться с чем-то современным, если у нас что было, то надо оставлять. Я думаю, что нужно. Как раз я в системе образования работаю. Особенно в начальных классах, конечно, нужно. Потому что все равно ребенок талантлив он или не талантлив. А почему ему надо снижать оценки, если он не талантлив? Просто он старается и молодец. Уже хотят, как взрослые, то есть понимают, да, вот как там у них в институте, что зачет, не зачет. Не знаю, по-моему, пора уже менять. Ну, вообще, я думаю, нет. А почему? Ну, оценка, она оценивает. А зачет, не зачет, это же понятие растяжимое. Вообще нужно, мне кажется. Мне тоже так кажется. Я думаю, что это не те предметы, которые какие-то сильно полезные навыки у человека развивают, они скорее общие. Не согласна. А зачет сдавать приходится. Мы два согласны, один не согласен. Я согласна, зачет, не зачет нужен, но полезные навыки однозначно формируются на этих предметах. Ну, конечно, да. Но не все время. Хорошо, что что-то меняется. Да. Зачет, не зачет. Ну, хотя бы это поставит интерес, потому что некоторые школьники, они прогуливали предметы. И теперь есть у них обязательное посещение данных предметов, ну и освоение этих дисциплин. Поэтому я думаю, что это положительно скажется на том, что наше подрастающее поколение будет заниматься музыкой, изобразительным искусством и физкультурой. Ну, соответственно, это позволит становлению гармоничной личности.